Мать, мы играем в игру тупой, еще тупее. Смотри. Она обижала один, а получилось сколько? Кошек. Кошек это как переводится? Корзиночка. А? Корзиночка, да. Корзиночка. Было приятно очень. Солбетки, я так понимаю, это подарок, чтобы типа кушали и слюни текли, а то оттирались. Ну, математикой. Рассказывай, что ты говорила. Что за задание? Говорит, какое-то задание интересное. Истинбук. Так это такое задание по математике? Да. И что нужно придумать? Ну, снова, нет, тут надо сейчас придумать на цель буквы и стимбук. То есть на цель и стимбук. А при чем тут математика буквы и... Это забирание дат называется. Забирание. А как это на русский переводится? Не, ну, что ты собираешь, ну, там собираешь, например, стимбук, и когда я потом в табулку это записываю. Табулка это таблица, да? Да, таблица. И что тебе сейчас не придумать? На цель и стимбук. На цель? Цибулка. Цель и б у... Нет, цель... Цибула. Нет. Цель и б у... Сколько? А. Значит, цель и б... Цель и б у л к а. Не цель и б у л к а. Не цель и б у л к а. Наверное, правильно, цель и б у л к а. Так что не подходит. На цель и цель и б у л к а. Мало. Семь. На цель. Поставила торшар, потому что я не могу сюда ехать до Икеи и купить матьке лампу сюда в комнату, чтобы был свет такой. Так я, такая мама, Матею предлагаю, говорю, так ты, Матей, открой чешскую книжку и найди слово на цель. А Матей говорит, так неправильно будет. Нам сказали не искать, потому что... Если сам все дежурно искать, а я хочу по-честному. Матейка все время хочет все по-честному. И что же мы на цель с тобой придумаем? Сидим и смотри, думаем. Я уже залезла в чешскую книжку, в которой мы брали в библиотеке. И пытаюсь найти, и тоже ничего не вижу пока. Но зато здесь очень красивая иллюстрация. Мне нравится. Мне вообще нравятся чешские книги. Достаточно, очень интересно бывает иллюстрация. Сейчас мы с Матей будем часто сидеть, потому что Матя все хочет по-честному. Мы будем по-честному сидеть и думать. Ким – это не подстатная имена, а ки – это подстатная имена. А как будет подстатная имена по-русски? А это я не знаю. Тогда у папы спросили. Все, давай тогда потом папе дашь проверить. Да. Я девочке вот так постирала. Вот ничего не остается, большие полотенца. Вешаю или коврики маленькие вот сюда вешаю, прям на сходы, ну, на лестницу. Сегодня делала так, что разбирала в коридоре, где у нас, прям, когда в дом заходишь, у нас висели вот в этих пакетах. Сейчас я свет включу. Висели в пакетах шлемы, коньки. Сегодня все протирала, но не вымыла пакеты, потому что у меня сегодня дети пойдут в ванну, и если я буду тратить воду, то мне не хватит воды на все. И поэтому получается, что я сегодня детишек вымою в ванне, а завтра уже буду днем как бы все это убирать. Потому что у нас бак с водой нагревается два раза до трех часов дня, а потом после трех часов дня. Стираю, разобрала там все их мячики, все, что было для улицы, перемыла. Сейчас пойду готовить еду. Буду варить картошку, девчонки. Я всегда делаю так, что на полчасика картошечку кладу в воду, где-то так, чтобы весь этот крахмал отошел. И буду делать картофельное пюре. И жду вечером, нам должны привезти продукты, мы заказывали на... Кость, мы на окошек ЦЗ заказали, да? Вначале на Роблик ЦЗ, а теперь на окошек ЦЗ. Вот это, ну так ты ее открепляй, и можешь ее... Это магнитики такие. Мама, ты крашен? Зайчик, я сейчас... Какой ты будешь? Кушать? Я буду там фиолетовых штанах. Ну, находишь в фиолетовых штанах? Разноцветные такие штаны фиолетовые. Это эти? Да. Это мальчик. Ну, я буду мальчиком. Мама, я сейчас тревогу девочкой. А почему это мальчик? Я думаю, что это и девочка может быть. А у нее вообще нога. Что? У нее вообще нога оторвалась. Нога оторвалась? Да. Вот ты, как это, вот пони будешь? Покажи, где нога оторвалась. Могу и пони тоже. Дай мне. Жалко очень. Да. Ты была маленькая. Бедный... Ой, еще не сфокусируйся. Бедный зайчик с оторванной ножкой. Надо его Айболиту отдать, чтобы он его подчинил. Да. Но он тоже красивый зайчик. Мама, может, возьмешь эту пони? Ну, давай, буду этой пони. А здесь? Ты сейчас опять там, наверное, оторвешь, нет? А знаешь, кем будет папа? Кем будет папа? Папа будет этим микритиком. А я этой пони? Да. А я ночной пони. А Матейка кем будет? Матейка вот этим. Вот этим может? Динозаврика. Динозаврика. Мы целая группа. Я даже не помню, откуда это у нас... А, это знаешь, откуда эта книжка? С этого. Немножко это... С этого стагера. С стагера мы покупали. Так ты вот сюда прикрепляй и папу, и маму, и Матейку. Вот сюда, на эту сторону. Маку. Вот, мы поняли, что надо эту штучку достать. Я уже забыла, так давно мы не играли с тобой. Поняли, поняла. И вот... И... И вот сюда ты можешь их расставлять. Я сюда все расставлю. Да, только ты не обижай, понимаешь? Смотри, ты их мнешь, Агат. Это Матейка очень сильно берег. А ты вот смотри, ты ногами в тапках. Давай-ка, сними, дружок, тапки. Это папа делал. Ну, когда было холодно. Посмотри, ты на них сидишь. Зай, они обидятся на тебя. Ты хорошенький. Хочешь, я тебя обиду. Они просто хотят... У тебя же больная ножка. Вот больная ножка. А ты сидишь на них и мнешь. Матейка, помоги ей там ставить. Матейка, помоги ей там ставить. Потихонечку. Веди, веди. Ей нужно, чтобы напасть. Понимаешь? Вот и потихонечку, потихонечку. Чтобы она охотилась. Она же хищник. Лана, ищи. Потихонечку. А теперь замри. Пройди около дивана вместе. Вот так. Вот там по узкой дорожке. Да какой? Ну, около дивана там. Пройди и проведи мимо ее глаз. Там? Это опасно. Не опасно. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. В этом-то и смысл заключается. Иди, иди. Ну, Матя, так и ты ее боишься. Нет. А я думаю. Проходи мимо, как будто ты идешь. Только за собой веди. У нее должен был интерес, понимаешь? Матя, иди, иди, иди кушать. Я не я, но я хочу поесть. Я не я, но я хочу поесть. Мы ждем, когда нам продукты привезут из нашего кошек. Кошек. Кошек это как переводится? Корзиночка. А? Корзиночка. Корзиночка, да. Корзиночка. Потому что мы так решили, что все-таки много времени теряем, когда едем. И с 8 часов до 9 вечера мы заказали как раз в это время бесплатная доставка. Чикаго экспедиции. Подожди. То есть Чикаго экспедиции, то есть они ждут. Ну, то есть ждет, пока заберет доставку. То, что было. Сделала картофельное пюре и огурчики, морковка, помидорка налила. Морковка, картошка. Картошка, да. И вот мы ждем, когда нам привезут. И капелета. Угу. И капелета. А там мешки. А. Спаржи мы заказали. Я думала, мы тебе успеем сделать. Но спаржи придет с 8 до 9. Салфетку со стола ты вся. Где? Потому что у тебя весь нос мороженый. В мороженом. И губы. Кстати, вот такие книжки у нас. Так интересно. Это нам еще давно привозила. Что? Ну, ты что, слюнями почистилась или салфеткой? Салфеткой. Салфеткой. Молодец. Еще Матике привозила бабушка вот эти книжки. А эти книжки нам достались от моей племянницы. Моей племянницы. Как она называется? Уже. Мам, как она называется? Двадцать стукнула. Мам, как она называется? А книжки еще, в принципе... Мам, как она называется? Это тетя. Это нам бабушка привезла от Анжелы, моей сестры. А у нее дочка Арина. И вот эти книжки были у нее. Когда Матейка был маленький, эти книжки бабушка привезла. Они достались. А потом достались тебе. Я... А может? Немножко. А ты мне почитаешь? Вот. Я вот эту... Только спокойно, Гарри, Агатушка. Не трещи. Мой любимый. Я все почитаю тебе. Просто, Агата... Я сейчас в Анне купала и говорю, Агатушка, пожалуйста, не говори громко. У мамы голова расколоется. Агата все равно... Вот так, да? Похода приехал наш кошек ЦЗ. Там машина. Так что и правда бесплатная доставка? Да? Потому что мы заказывали через Роглик ЦЗ. А теперь это кошек ЦЗ. Кошка ЦЗ? Не кошка ЦЗ, а кошек ЦЗ. Вот. Один салат, так как я козел. Одна клубника – это только название, что клубника. Но Агата уже месяц стоит. Видно, каких-то витаминов не хватает. Мам, я очко умирую. Мам! Подождешь? Можно сказать? Заказали вот эти три огурчика. Они, конечно, подороже, большие. Берешь там просто вода такая. Но вот в Лидере немножко другие мы иногда покупаем. Мам, ты так мозг меня очистил. Яблоки чешские. Не знаю, потому что там грязная соусечка. Мама тупица называется. Тупой еще тупее. Там, значит, была свекла. И я не посмотрела, что в эту свеклу входят три свеклы. И я подумала, закажу-ка я две свеклы. Вот, пожалуйста. Три упаковки. Надо варить больше. А я говорю, что так дорого выходит? Сейчас, может быть, я еще на что-нибудь наткнусь, что я про запас заказала. Вот, это спаржа наша любимая. Я макияку позову. Боже мой, их три. Три заказала. А, то есть я заказала три свеклы. То есть я думала, раз, два, три. И они мне сделали раз, два, три. Вот тупой еще тупее. Мама, ты обещала я на туалет. А они дали вот сколько трубей. Она, мата, обещала, три денежки дать. А они и пони дали вот что. То есть я три денежки обещала. А они мне говорят, а вы возьмите три свеклы. Да? Да. А Кристина? Чтобы, чтобы дать три денежки, хотя бы получил струня с свеклами. У нас, а у нас свекла занята. Одна свекла занята. Кем занята одна прикладка? Ее кто-то съел, занял, чтобы есть? Да. Самочка в мороженом. А морковки, мне кажется, я шесть штучек заказывала. Что у нас уже было. Мама, а как вы? Я шесть штучек. Четыре языка. Мама, я шесть штучек. Сейчас вытру. То есть за ваши деньги любой каприз? Там может быть просто 150 грамм, а типа порция 150 грамм одно. И ты заказала три штуки, и тебе 450 грамм взвешивали. То есть вот у них вот Кошик ЦЗ, потравины, пресс, интернет. Через интернет. Продукты. Да, и там не во все дни бесплатно довозят, да, я так понимаю? По какой-то определенной... По-моему, у вас свыше какой-то субы бесплатная доставка. И вечером бесплатная доставка. Да, это не реклама, это мы сами себе заказали. Агарт, не трещи, пожалуйста. Че? Ты не перцепла? Кошмар! Я заказывала один, почему три? Я, наверное, просто... Ну, почему три? Я не понимаю. Их четыре! А ты еще удивляешься, почему так дорого? Раз, два, три. Придется что-то готовить. Четыре! Что я буду с Киви делать? Ну, как так? Я не поняла. Там не было написано, что упаковка. Что? Владу продадим. Что? Матя, мы играем в игру тупой еще тупее. Смотри. Она писала один, а получилось больше сколько? Я заказала три свеклы. Раз, два, три. Ну, они мне и привезли. Раз, два, три. Три упаковки, а не три свекла. Я заказала четыре перчика. Мне привезли. Раз, два, три, четыре. А ты что, там не было чего-то показано, что это корово? Ну, там было, да, это показано. Это... Я подумала, что, ну, если бы мы, наверное, поехали в Теско, то вы... Ой, в Лидл. Было бы, ну, тысяча пятьсот, тысяча шестьсот. Костя говорит, ну, ладно, все равно мы же едем, тратим на бензин. Я говорю, ну, окей. Не будем тратить время. И что я с этим делать? Ну, да. Сейчас будем смотреть следующее. Давайте будем продавать. Садим на дороге, будем продавать. Дядю, в дадику достанется. Что? Дядю, в дадику достанется. В ладику достанется, да? Да. Хорошо, рыба одна. Рыба, а сколько заказали? Одну. Лосось, филе. Достаточно большая, как все. Она мягкая. Это детям. У лосось, норские, у жены. Они любят, вот, хотя бы, они, их не заставить ни мясо, ни рыбу есть, но хотя бы вот такую рыбку. Только он там, кажется, оказался по-другому пакет. Да, только выпаковал по-другому. Мама, и вот это не для нас. Это рыба. А это ты заказывал сикану? Да. Я люблю сикану. Ты любишь сикану? Ты вот эту рыбу. Мама, дай сюда сикану. А где-то тоже любишь сикан? А, это ты заказывал. А, это фарш. Девочки, я первый раз вижу фарш в виде колбасы сделан. А почему-то... Ну, просто упаковка такая. Это автомат вакуумный. Упаковки. Да? Конечно. Ну, я первый раз. За все годы в Чехии я первый раз такое вижу. Мама, это фарш. Это, кстати, фермерское мясо. Видишь, это? Карковицы, латекс. Ну, понятно. Ты сладко застал. Понятно. Как много. Как много. Папа, спасибо. Почему много? Потому что я выходные работаю, некогда будет. Придется готовить фаршированный перец с борщом. С борщом, борщом. Моя любимая кровь, не йогу. Залез туда-обратно. Не жужжи, пожалуйста. Это получается, что мы будем... Ребята, у вас будет на завтрак борщ, на обед борщ, на ужин фаршированный перец. И заново на завтрак борщ, на обед борщ. Нет. На фаршированный перец. Смотри, смотри, что тут. Мам, я на это не сутки. Не согласна, мам. Ты не согласна? О, молоко мое. Твое молоко? Твое любимое молоко, Стар. Не будет. Мам, если вы специально мне купили игру, а потому что я люблю молоко? Да. Мы только тебе игру. Сколько каплишек заказывали? Посидай. Четыре. Четыре. Это не каплишки, это... Крумничный. Это красава. Опять крумничный ягод. Только не трещинка. Всей семьей распаковываем продукты, потому что мама дура. Мама! Творог чуть-чуть этот. Мама, знаешь, что это? Мама, это треска. Это треска, не кричите. Треска? Треску. Мама, это бесит. Я такая гордость, вы скидете, по-моему. Спасибо, сыночек. Да? Спасибо. Мама, ты не дура, мам. Кот-сапога. Мама, ты не дура. Мама, ты не дура. Ты хороший. Спасибо большое. Дети просто узнали новое слово, дура. Посмотрев клип глюкозы. Как это? Юра, Юра, я как это? Бананы. Бананы. Бананы тоже гигантские. Я специально сейчас смотрела маленькие. Они принесли, как будто я буду этих верблюдов или слонов кормить. Вот смотри, вот такие у нас. Вот мы покупаем глидеры. Они сейчас. Четыре. Тут один можно есть всей семьей. Мам, что? Один подарок. Мама, что это там? Ты салфетки заказал? Ой. Что это? А я что вытянула? Это подарок дали. О май гад. Никой вы за вашу первую подарок. Мама. Может, денег подарили? Спасибо. Спасибо за вашу первую покупку. Что? Что? Подожди, Агата. Может, там денег подарили? Я думаю, что салфетки в подарок. Мама. Не трясись. У нас не пьяная упаковка. Мы же купили мороз. Мы же не купили мороз. Мы же нам сами принесли. Сюда ставали. У нас не последняя упаковочка. Ну нет. Ну просто, понимаешь, мы же заказывали до этого в Родлике. А сейчас в Кошики-цезетки. Что это не нам? Родлики и Кошики. Сердечного здравия. Тишина. Рад бы вам привитать на Кошику. А подиковать же. Если сводь несколько накуп, сверили. Поп-корм. Какой поп-корм? Корм. Корм. Корм для кошек. Дуфан же смывам, а ласпунь треху ушедрили час, а сприемнили день. Пресни про то, я точишь кошек на свете. А зацо каждый день боюевы. То бы вам рад представить в наших наслах, мод сип шею, а бы ваш кошек бавил, так як у нас. А покуд без мемелицу поле на сердце, напишьте ми сэм таки про вас на имейлу Томаш Завинач, да? Это как кошек-цезет. Мейте гэски день с кошиком. И сам рядитель этого кошика с подписи. Еднодуши правшехны. Каждый сей заслужит наши печи. А сейчас бла-бла-бла. Короче, он нас поздравляет. Очень рад, что мы заказали именно у них еду. И он говорит о том, чтобы нам все это понравилось. И поэтому они существуют. Существует их магазин. Чтобы экономить наше время. Чтобы экономить наше время. И каждый день они воюют за то, чтобы их магазин всегда работал. Так что... Сражаются. Сражаются, да. И если будут какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, мне. И оставлен свой эмейл. И подпись. Так. То больше ержавы. Мама, я уже все достала. Да. Витамии ваш на кошку. Ну, очень приятно, конечно. Приятно очень. Салфетки, я так понимаю, это подарок. Чтобы, типа, кушали, слюни текли. И подтирались. Мама, и подтирались. Мама, и подтирались, если нас не... Вот, ты как раз поела тебе салфеточку, да? Видишь, они посаботились о том, чтобы... Жалко, что денег не прислали. Не оплатили еще целую покупку. Вообще было бы хорошо. Первую. Могли бы первую покупку оплатить? На, бери бумажки, салфетки. Можешь вытираться. Посмотрите, что тут творится. Посмотрите, коты, дети, кошки, кошки, кошки. Сашок попал в капкан. Вот твой маленький, смотри. Вот твой маленький. Там, ага, у нас миллионы. У нас, да, их миллионы сложенных. И в капкан попал. Сашок попал. Сашок попал. У нас еще там письмо. Да, нам письмо пришло от директора магазина, и салфетки в подарок. Он лично? Да. Писал, спасибо за первый раз. Ну вот, и купили мы это... Как всегда, коты едят больше, чем мы. Я уже устала, я не знаю. Девочки, пожалуйста, напишите. Я знаю, что у вас есть кошки. Напишите, сколько раз вы их кормите, и сколько раз у вас уходит на это. Он мяукнул рано. Поставь ее, пожалуйста. Сейчас я буду мяукать уже. Буду мяукать, квакать, я не знаю уже, что делать. Сколько раз вы в день кормите, и когда они сидят и смотрят на вас жалобными глазами, вы тоже пытаетесь им что-то дать? Или надо выдерживать, вот прям, не давать? Опять еще. Опять еще. Плотей, спасай, спасай меня. Пакет! Все, свяжи. Она шугается. Она тебе все шугает. Это были мои пакеты, и они помяли мой пакет. Небось, а мы еще заклажем продукты. Вот сюда составляй наверх, они не помяли. Вот, вот. Теперь молоко сжигается. Они только один помяли. И что очень нравится, что в этих магазинах они заботятся об экологии. Это мой пакетик. Да. Мамочка. Да. Помоги, мамочка. Да, Матин, помоги, а то я сейчас уже прям тут. Все, девочки, спасибо огромное за наш просмотр, за наши покупки. Еще раз доказывает, что маме надо только садиться с нормальной головой заказывать продукты. Да, Матин? Да. А! Пока! 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 Продолжение следует...